Когда-то этот дом украшала художественная лепнина, а сейчас на стенах, потолках и полу красуются в основном трещины, дыры и отлетевшие куски бетона. В таком состоянии находится объект культурного наследия. Во второй половине 19 века здесь была усадьба знаменитой семьи Шахабаловых. Позже был штаб героя Советского Союза генерал-лейтенанта Карбушева. В 21 веке из памятника архитектуры здание превратилось в символ разрухи. И в нем по сей день живут люди. Все абсолютно в огромных трещинах. Пролазит ладонь. Ладонь. Трещины такие, что дом скрипит, ладонь пролазит. Отверстия в стенах настолько крупные, что в них действительно можно просунуть руку. И они украшают все здания. По словам жильцов, разрушение усуглубляет еще и вода в подвале. Она поступает туда прямо с улицы. Говорят, что тянется эта история уже давно. И получается, на стопе кипятком. С улицы Венцика течет сюда, прямо в подвал, в жилой дом. Мы боимся обрушения нашего дома. У нас дом архитектурное наследие Шахабаловых, потом штаб Карбышева. Люди боятся вообще на работу, с работы приходить сюда. Это что такое? Врачи боятся к больной женщине приходить. Дверь, стекла, подоконники мокрые, все в воде стоят. Все отлетает. Состояние ухудшается из-за этой ситуации. У нас потолок провис в холле. Мы боимся того, что он может рухнуть. И это уже длится на протяжении даже не одного года больше. Решить проблему пытались неоднократно. Жители обращались в различные инстанции, однако попытки так и не увенчались успехом. Коммунальщики почему-то не хотят брать ответственность за злосчастную утечку воды. «Обращались вот старшая по дому, Елена Подольна, она обращалась в администрацию. Потом куда она? В ПТС звонила многократно. В аварийную службу. Потом куда она звонила? Управляющему. Ну, я не знаю. Ну вот, пожалуй, в жилищную инспекцию также везде обзванивала. Водоканал сваливает на ПТС. ПТС сваливает на водоканал, как всегда». Люди с опаской вынуждены ежедневно проходить мимо нависшей угрозы в виде потолка в подъезде. Дом буквально трещит по швам. Жители устали от этого. Они просят ответственной организации обратить на них внимание и решить проблемы, не дожидаясь трагедии. Дмитрий Павлов, Никита Галочкин, Олег Галочкин, СТВ.